В Мариэл в ближайшее время рынок труда пополнит более 5000 молодых специалистов со средним и высшим образованием. Все они выпускники СУЗов и ВУЗов Республики. Задача центров занятости – трудоустроить каждого из них. И возможность для этого есть. Мои коллеги продолжат тему. Юлия Лебедева в этом году заканчивает технологический колледж. Здесь же и продолжит свою трудовую деятельность. Сделать выбор помогли сотрудники центра занятости. В Мариэл выпускникам предлагают 7000 вакансий. Приходили специалисты из центра занятости, рассказывали нам, какие дальнейшие перспективы у нас есть, куда мы можем дальше пойти учиться, работать. Также я планирую пройти образовательные курсы по повышению квалификации и стать преподавателем в этом колледже. Так как я занимаюсь волонтерством, я очень люблю работать со студентами, с младшими курсами. Они меня вдохновляют на деятельность. Поэтому я решила остаться и учить новых поколений косметологов. Я заканчиваю колледж по специальности конструирования, моделирования и технологии швейных промышленностей и планирую пойти работать по специальности дальше. Я не знала, куда пойти дальше работать. Обратилась в центр занятости и мне предложили вакансии некоторые. Студенты без работы не останутся, уверяют в центрах занятости. Если предложенные вакансии не подойдут ребятам, им предложат временную работу или возможность переобучиться. К тому же на лето молодые люди могут вступить в ряды российских студенческих отрядов и поработать на железной дороге в детских лагерях, в сфере строительства и даже на рыбодобывающих предприятиях. Реализуются и другие меры поддержки. Мы предлагаем работодателю субсидию. Это возмещение заработной платы в воздействии минимального размера оплаты труда плюс отчисление бюджетных фондов за трудоустройство студентов. Тем самым мы поднимаем конкретно способность нашего студента перед другими категориями граждан, которые уже имеют образование и могут спокойно трудоустроиться по нему. Получить дополнительное образование и стать востребованным на рынке труда помогает федеральный проект «Содействие занятости». Благодаря ему жители Морел смогут пройти переобучение и получить дополнительное профессиональное образование бесплатно. В этом году основной упор сделан на молодежи. А именно на тех, кто после окончания вузов, СУЗов или после срочной службы в армии не смог найти себе работу. Сегодня на портале «Работа в России» представлено более 340 образовательных программ. По ним поступило 900 заявок. Каждый третий уже проходит обучение. «Самое первое – это молодые мамы, которые имеют детей до трех лет, женщины, которые не состоят в трудовых отношениях. Это граждане 50+. Но и самое важное – это наши выпускники, которые не смогли трудоустроиться. Они точно так же могут стать участниками программы». В департаменте труда Морел отмечают – после пандемии рынок труда республики практически восстановился. А за два года в республике безработица снизилась в три раза и сейчас чуть больше 3,5%. В республике активно создаются новые рабочие места, а жители могут переобучиться и стать востребованными на рынке труда.